Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале в гостях Хуанушки. Сегодня расскажу вам, как приготовить молдавские плацинды. В качестве начинки я сегодня буду использовать творог и капусту. Также их можно сделать сладкими, допустим, с тыквой или с яблоком. Тесто готовится очень просто. Обычно его готовят или на воде, или на сыворотке. В сыворотку я добавляю полную чайную ложку соли, полностью ее растворяю и также добавляю 2 чайные ложки уксуса. Хорошо все размешиваю. Делаю ямку в муке, вливаю сыворотку и аккуратно вымешиваю тесто. Я подготовила 450 миллилитров сыворотки и в миске у меня 700 грамм муки. Если мука с умеренной влажностью, это идеальные пропорции. Но мука бывает разная, если мука слишком влажная, тогда ее потребуется меньше. Поэтому я советую изначально подготовить 600 грамм муки и при необходимости будете добавлять муку. Сейчас я почти всю муку собрала. После этого я всегда мою руку, чтобы тесто не прилипало к руке и вымешиваю тесто примерно 5 минут. Посмотрите, каким должно получиться тесто. Оно достаточно плотное, но при этом еще остается липким. Теперь на столе я вымешиваю еще примерно 2-3 минутки и получаю вот такой вот комочек теста. Он полностью однородный и немного липнет к рукам. Теперь тесто нужно оставить отдохнуть, чтобы оно стало мягче. Для этого я оставляю его просто на столе на минут 30 и накрываю пленкой, чтобы тесто не заветрилось. За это время можно подготовить начинку. Я молодую капусту мелко нашинкую и буду жарить на растительном масле. В самом начале добавляю соль по вкусу, все хорошо перемешиваю, накрываю крышкой и готовлю на среднем огне около 2 минут. Если капуста старая, тогда ее готовлю около 6-5 минут. Периодически можно помешивать. После этого добавляю чайную ложечку томатной пасты, черный перец по вкусу и готовлю еще пару минут. Теперь капусту нужно полностью остудить, чтобы она быстрее остыла, можно переложить ее в тарелку. Для творожной начинки я беру 500 грамм творога. Творог у меня 5% жирности. Добавляю 1 яйцо, неполную чайную ложку соли и полную чайную ложку сахара. Теперь хорошо все разминаю вилочкой, перемешиваю и начинка готова. Продолжаю работу с тестом и для того, чтобы оно не липло, хорошо посыпаю стол мукой. Из теста формирую колбаску и делю ее на 7 частей. Вес каждого кусочка получается 150 грамм. Из каждого кусочка формирую вот такой вот красивый ровный комочек и убираю под пленку, оставляю еще примерно на минут 10. После этого можно раскатывать тесто. Тесто все также остается липким, поэтому все время нужно подсыпать муку. При помощи скалки раскатываю тесто в ровный красивый круг толщиной около 2 миллиметров. Тесто мягкое, работать с ним приятно. Главное следите за тем, чтобы оно нигде не прилипло, поэтому я всегда тесто двигаю, периодически переворачиваю и при необходимости подсыпаю муку. Творожную начинку я разделила на 3 части и одну часть выкладываю в середину. Теперь начинку нужно распределить ровно и сделать везде одинаковую толщину. Теперь тесто я разделю на 4 части и каждую полученную часть разделю на половину. 4 части теста я хорошо растягиваю и соединяю их в центре. Поехали. 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 Для того, чтобы не было слишком толстого слоя теста, я отрезаю лишние кусочки. А из этих кусочков мама нам всегда готовила очень вкусные лепёшки с солью. В конце видео я вам покажу, как они готовятся. Когда начинка вся накрыта тестом, я поправляю плацинду, делаю более округленную форму и сразу же отправляю на сковородку. В сковородку я хорошо разогрела, наливаю немного растительного масла и жарю на среднем огне до румяного цвета. В общем, по времени одна плацинда жарится около 6 минут. Пока плацинда готовится, я времени не теряю и подготавливаю следующую. Начинку из капусты я также разделила на 3 части и у меня получилось 3 плацинды с капустой. И ещё одна начинка, очень популярная, многими любимая, но готовят её только в сезон. Это зелёный лук с укропом и с яйцом. Это одна из моих самых любимых начинок, готовится она очень просто. Зелень обжариваю на растительном масле буквально считанные секунды. Как только зелень сменила цвет, добавляю яйцо, чёрный перец, соль по вкусу. Хорошо всё перемешиваю и начинка готова. Теперь покажу вам, как готовятся лепёшки. Остатки теста я собираю в комочек, раскатываю тоненько, насколько это у меня получается. Смазываю тесто растительным маслом и посыпаю сверху немного солью. Тесто сворачиваю в рулетик, из рулетика формирую улитку. Теперь из этой улитки раскатываю лепёшку. Вначале руками хорошо всё прижимаю и после этого раскатываю скалкой. Лепёшку точно так же обжариваю с двух сторон на растительном масле до румяного цвета. Эти лепёшки очень хрустящие, пока ещё тёплые. Такие лепёшки получаются внутри слоёными. И помню, в детстве мы очень любили их даже больше, чем сами плацинды. Готовые плацинды обычно у нас разрезают вот так вот на 4 части. Это очень вкусно. Я всем советую попробовать. Тесто очень мягкое, оно не резиновое и остаётся мягким ещё 2-3 дня. Главное плацинды чем-нибудь накрыть, чтобы они не высыхали. У кого остались вопросы, задавайте их в комментариях. Я с радостью всем отвечу. Спасибо, что готовите вместе со мной и смотрите мой канал. Я с вами не прощаюсь. Впереди у нас ещё очень много интересного и вкусного. До новых встреч!